Вот уже несколько лет компания «Казпромнефтяра» реализует программу «Родные города». Заключается она в профориентации детей из разных городов России и Ергизии и в первую очередь касается отрасли авиации. В 2019 году в эту программу попал и Ульянск, где к его реализации присоединился фонд «Дари добро» и помог организовать экскурсию для ульянских детей в аэропорт имени Николая Корамзина «Ульянск-Братаевка». Мы сегодня пригласили ребят из детского дома «Соловьяная роща». С этим детским домом мы работаем уже очень давно. И в целом многие ребята, которые там учатся, они уже после 11 класса поступают в авиационное училище, которое у нас есть. Тоже показывают хорошие успехи. Кто-то становится диспетчером, кто-то становится пилотом. Но в целом для ребят это тоже хорошая мотивация. И так как они знают про своих старших, так сказать, товарищей, которые приходят на выпускные, рассказывают о своей профессии, им очень интересно сегодня это посмотреть. Кроме детей-сирот, участниками экскурсии стали и пятеро учеников медиашколы издательского дома «Ульянская правда». Осмотр аэропорта начался с зала ожидания, который привычен для многих из нас, но для детей был в диковинку. Даже такой процесс, как отправка на багажную ленту, вызывал удивление. Но куда более интересным было заглянуть детям в закрытые для рядового пассажира места. Например, в багажное отделение, где все сумки просматривают с помощью эндроскопа на предмет чего-либо запрещенного. Если я вижу что-то запрещенное в багаже, я нажимаю красную кнопку, то есть чемодан уже уезжает в ту сторону. И я связываюсь по рации с пассажиром, пассажир ко мне приходит, можно с ним беседовать. Показали детям и то, как проходит досмотр ручной клади со стороны сотрудников аэропорта. А настоящий восторг вызвал чемоданчик запретов, в котором лежали скотч, бутылка с жидкостью, наручники и даже боеприпасы. Все то, что в ручной клади проводить нельзя. Граната. Вот граната. Она реальная? Она реальная? Нет, она учебная. А то, если там вытащить, все. Так, все же наручники. Надо спать, паспорт. Не надо. Вот ящик с патронами. Это охотничьи патроны, которые тоже запрещены к перевозу. На перроне аэропорта детей ждал заправщик самолетов, водителю которого пришлось отвечать на самые разные вопросы от детей. Как заправляют самолеты? Чем? Сколько нужно каждому самолету керосина для полета? Где же дети узнали, что означают те или иные линии на взлетно-посадочной полосе? Данные экскурсии очень полезны для детей, как в рамках профориентации. То есть, очень многие, посмотрев жизнь аэропорта изнутри, принимают в дальнейшем решение пойти учиться в авиационный вуз и работать в авиации. Также это интересно для детей и как для пассажиров будущих. То есть, они будут знать, что нужно делать в аэропорту, как себя вести, что можно перевозить в багаже, что можно перевозить в ручной кладе. После экскурсии дети смогли попробовать обеды, которые получают пассажиры в самолетах. А затем у ребят проверили знания, полученные за предыдущий час, предложив ответить на вопросы об истории авиации и службах аэропорта. За каждый ответ умники получали памятные подарки от компании-организатора. Самым же большим подарком для всех стала вторая часть экскурсии, которая прошла в Музее гражданской авиации. А на память у детей остались жилетки, в которых сотрудник аэропорта выходит на взлетно-посадочную полосу. Теперь, глядя на них, мальчишки и девчонки будут каждый раз задумываться, не пойти ли им в авиацию. Игорь Улитин, Алексей Шишов, Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин